Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так что я к этому отношусь так, будто бы я родился и сразу вот эти шутки, знаешь, округ меня Эти мемы с тобой родились А семья твоя в курсе? Ну вообще там От силы мама может быть, потому что она очень любит меня и смотрит постоянно все и все Ну старается, не знаю, какие у нее успехи, если это, но я думаю, единственная, кто в курсе, то это она Она смотрит официалки, стримы, что она вообще смотрит? Насколько глубоко? Естественно, я ей много раз говорил, чтобы она не смотрела, не наблюдала за всем этим Если ей что-то интересное, я могу сказать Но я ее просил не делать это, но все равно интересно, она так, знаешь, тихаря это все делает, смотрит И потому что я не люблю либо с ней, либо вообще в ИРЛ с людьми об этом говорить О том, что в игре происходит Поэтому, когда она даже что-то спрашивает, я тему отхожу и не особо иду на контакт А почему ты не любишь рассказывать? Не знаю, как-то о чем-то другом хочется поговорить с мамой, к примеру То есть, как-то вот так Но это не из-за того, что тебя не поддерживают? Не-не, не из-за этого, вообще нет А как вообще семья относится? Ну вот у тебя важные квалификации, они вообще знают, зачем ты сюда приехал? Мама знает, а другие нет Переживает? Конечно, каждая мама за своего ребенка переживает, что бы он ни делал Так что думаю, да Ну не думаю, я уверен Привет, маме, не переживайте Надеемся, что все будет хорошо Слушай, ты дома часто стримишь Вообще стримы, это такая большая часть твоей жизни Вот ты как к этому относишься, как к заработку, к удовольству? Как к хобби Я стримлю, потому что в паблике одному сидеть много играть скучно Ну чаще всего бывает, но вот последний раз я сейчас дома был, я не стримил, один раз постримил И то ночью так скучно было, и я решил подробить Но сейчас я уже отрукаю, меньше стримлю, не знаю почему, отрукаю уже То есть, ну, из-за того, что, может, больше играешь как профессионал или это? Может быть, да, ну, скорее всего, да Ну, может быть, после квал на интри, после самого интри Буду еще стримить, ну, кто знает Это все как-никак хобби У меня нет никакого расписания, никакой цели Я просто зашел, захотел, могу включить Не захотел, не включу А вот так вот на буткемпе не скучаешь, там, стримом? Не хочется подробить? Не, не хочется Ну, на буткемпе веселее, всегда есть рядом люди Можно с ними попасться, заснайпить, с кем-то в пати пойти Или посмотреть, как они играют, или поиграть Ну, короче, на буткемпе не скучно, как дома Я дома сижу целыми днями один, играю и, соответственно, стримлю, чтобы не было так скучно все Почему вы редко играете пати, на самом деле, с игроками? Мы с Илюхой пытались, много раз не получается, не находят игру попросту Я не знаю, из-за чего Мы смотрим, там другие, с Френдлиста люди тоже хаймэр играют И у них находят, у нас находят почему-то И поэтому подумаем над тем, чтобы на фейках играть Хватит, чтобы там Вот дота вынуждает, да, прям? Ну, там убийственные Вчера играли, там, аккаунты по 4К ранка Там такие чубники играют, это нечто Да И много очень бустеров на таком рейтинге Да, эти бустеры, они не очень Их особо не отличишь от других игроков Поэтому я не знаю, чем, как они называют Ну, чем они обосновывают тем, что они бустеры Как это вообще? Потому что ты с ними играешь, это обычно такие игрочки Просто они играют на одном-двух героях И задрачивают, и сидят в паблике, играют на них И тем самым, когда рейтинг поднимают, это якобы бустеры Короче, дизреспекты Ну, это не мое дело Почему дизреспект? Они как-то пытаются заработать, они просто сидят У них эта цель есть, поэтому В каком-то роде они молодцы Поэтому я ничего против не имею Это меня никак не касается На этом буткемпе Вот вы приехали, и в этот раз все более Немножко серьезно, да, обстоит дела Все-таки Самый важный буткемп в году На кону Да 40 миллионов и титул Вот И в такие моменты Есть волнение какое-то Вот я у Никиты спрашивала Он говорит, я не чувствую Но говорит, в целом, да То есть, если есть какие-то ошибки там в игре Или что-то, конечно, более все вот Ну, не на нервах Но есть такие переживания Вот ты как видишь, как чувствуешь? Я раньше постоянно нервничал, когда у меня что-то не получалось в игре Но я сейчас как-то уже привык и понимаю, что там в одной игре из 10-20 даже Ну, в одной игре из 20-ти у тебя может что-то пойти не так Ты можешь ошибиться И это нормально, с этим нужно бороться Раньше я прям волновался, там, потел С этого, ну, тяжело было Тиктовал, да? Да А сейчас уже привык Взял из себя руки И конкретно волнение из-за того, что у нас там накануинт и прочее Пока что нет, может быть, как уже квал начнутся они будут Но сейчас пока что готовимся По тренировке Поэтому сейчас не чувствуется ничего Посмотрим, что будет, когда они начнутся Но я думаю, не будет волнений Надо с уверенностью к этому подойти Вы, я так понимаю, ну, у вас режим То есть то, что Никита сказал, что... Ну, мне особенно Ну, я так понимаю, что у вас как бы по плану там зарядочка какая-то Да, да Взял себя в руки и спустил себя бы Но как получилось, так получилось Сегодня я чуть раньше, чем вчера проснулся Завтра будет еще лучше Поэтому режим, да, все четкое, зарядка, все хорошо Какие у тебя впечатления от анимейджера? Обычный мейджер Обычный, ничего выделяющегося Ну, PSG удивили, очень круто играли Nygma тоже удивили, очень клево играли Ну, короче, просто высокий уровень игры Мажор, турнир, как турнир Ну, я там особо не сижу, не смотрю трансляции, где всякие приколюшки показывают Я просто смотрю игры И интервьюшки всякие могу смотреть, и все За кем следил в основном? За PSG? Игры? Да За EG, за WP, хоть они немного играли Спириты, игры были интересно посмотреть Nygma тоже было интересно посмотреть Вот, собственно, ну и PSG, конечно Как думаешь, Virtus.pro, в чем их проблема? Действительно ли в отсутствии тренера? Да не думаю Не знаю, у них какие-то Ну, сейчас в доте очень многое зависит от пиков Прям очень многое Раньше можно было плохо напикать Но на скидле просто все свое взять Сейчас очень многое зависит от пиков Потому что команда с самого высокого уровня Может проиграть тем, кто ниже из-за пиков Поэтому, как я заметил, у них немного пики были не очень Что у них там внутри происходит, я не знаю Может быть, как все говорят, догадываются Волнения какие-то Все-таки молодые Ребятки, а я напоминаю, что вы всегда можете получить приятный бонус от Parimatch Плюс 100% на первый депозит Ссылку вы найдете в первом закрепленном комментарии А вот если говорить про гранд-финал В чем LGD вот были на порядок выше? Ну, то есть 3-0 такой прям хороший результат Чем они переиграли? Всем? Если коротко, то всем, да Пики у них четкие Они очень быстро играют Они не фармят Ну, в Кане бывают Что бы там ни было, они всегда активничают Короче, они какие-то резкие Дерзкие Дерзкие, да Не ожидаю Ну, когда ты играешь против команды, которая так быстро играет Ты даже не можешь иногда понять, что произошло Как все уже со всех сторон ходят Как у тебя трон упал Да, да Что-то такое Хотя раньше дота китайская считалась Ну, конечно, это в древние времена такая Все халдили на линиях Фарм по 70 минут А сейчас вот так вот Ну, вот, ну смотри, здесь стримы до хака Научились Ниночки Вот как думаешь А вот же, вот они сейчас Анна ушел Что вообще будут делать? Насколько это ослабится? Если честно, я до конца верил То, что сейчас Инт будет До Инта все будет доходить И они прям возьмут все в свои руки и начнут Но сейчас смотришь И что-то уже не верится в это Я не знаю, может Ушла уже эпоха Ну, мы играли вчера КВ И вчера они, собственно, и турнир играли То есть, ну, пока что не видится То, что они сейчас пройдут на Инт И всех разнесут Я, скорее всего Ну, процент на 90 уверен в том, что они пройдут Поэтому Как бы этого не хотелось Ну, я бы порадовалась за них Но за них больше порадуюсь Если они пройдут Поэтому Не верится, что они пройдут Короче Про наши квалы давай поговорим А кого ты видишь Вот самые неприятные соперники? Неприятные? Ну, спириты И Нави интересно будет посмотреть пока Потому что их еще не видно было В этом составе От них не знаешь, чего ожидать Вот Вы не играли, да, с ними? Нет, они, по-моему, не играют с СНГ Ну, как и мы Ну, мы стараемся По-моему, дальше у нас больше не будет КВ с СНГ-тимами Или будут, я не знаю, надо вытащить Ну, да Ну, с СНГ-тимами, против которых мы будем играть на КВ у нас сегодня нету КВ-шек Камбит Как думаешь, вот эта вот ситуация с Анейко Она ослабила команду или наоборот усилила? Конечно Намного ослабила Ну, большая часть не из-за Санейко А из-за лысого друга нашего Ну, она Из-за этого А Санейко Ну, Санейко молодец А почему? Что почему? Из-за Ну, она Потому что, во-первых, он очень жестко играет Во-вторых, он много приносит команду Это я сужу потому, что я играл с ним в команде Он постоянно такой Постоянно играет Постоянно активный такой Разговаривает Там смотрит, помогает всем И вся во всем Ну, большая часть, вот когда у тебя Мид игрок мало того, что хорошо играет Так еще много колет и разговаривает Там, когда у тебя нован в команде Тебе капитан особо не нужен Он может все делать сам И вот Из-за этого Я, правда, не знаю, как у них там Дела обстоят, когда у него командирам ЗС и Санейко То есть, наверное, оба капитания хотят Да Ну, может, ну они, наверное, какой-то общий язык нашли Но Не отменяя этого факта, что Ну, он Хороший мог быть лидером Так и Игрок является очень сильным на миде Ну, на самом деле, я тоже так подумала У Na'Vi несколько лидеров И Рамзес такой Довольно активный И Санейко Как такой авторитарный немножко лидер То есть, он любит, чтобы было как по его Поэтому непонятно, что ждать Интересно будет посмотреть Слушай, а ты же уже вот на прошлом интернешнале Ты был в финале прошлых квалификаций Свинстрайк Вот что для тебя было вот Ну, у тебя же опыт уже хороший есть Что было для тебя самое вот сложное За те квалификации Вот какие выводы можно было сделать С тех квалификаций Если честно Я так сильно не расстраивался Именно вот В сфере этой доты Так как на тот момент После квалов Обидно было Потому что я Когда к этим квалам готовился Очень много играл Просто не вставал Играл от всего Отошел И были В одном шаге И проиграли Ну, во-первых То, что я был уверен То, что мы на них выиграем Потому что мы До финала Мы их выигрывали Там, не помню Где мы играли В фейнерах, лазерах По-моему, мы Вниз упали тогда От вас От нас, да Да, если я не ошибаюсь Да, я чувствовал себя хорошо Там То есть Там такая тема была Что Я уже не помню Конкретно какие команды Кто Но на тех квалах Была такая тема Что не были Нави в приоритете Самыми сильными противниками То есть Какая-то другая команда была То есть Они, по-моему, отлетели Не помню от кого Тоже Либо от нас Либо от Нави И мы уже в финале Против Нави И типа Я не чувствовал Что мы сам Против самой сильной команды Могли спокойно выиграть И Потом Случилось Что случилось Очень обидно было Я сначала не осознал Блин Я мог бы Нави выиграть И поехать на них А потом Такой Сел и осознал Это и очень обидно стало Ну Сейчас Зайцем То есть Человеком Который умеет брать Квалификации С резолем Который тоже Почти взял Инт То есть Тут уже шансов Мне кажется Побольше Ну вот в целом Если оценить Как ты оцениваешь Который умеет брать Который умеет брать Спасибо Спасибо ребятки Что смотрели Это интервью Болейте за Hellraiser Я надеюсь Что у нас все получится И мы полетим Стокгольм Надеюсь Да Все До встречи На канале Hellraiser Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok